Поздравляю вас с 1 сентября, с Днём Узнания, и как всегда в этот день хотела поздравить всех вас с наступающим новым учебным годом, а также, чтобы вспомнить всех наших с вами родителей, родников, наставников, владодителей, которые позволяют нам обладевать новыми знаниями. И эту сегодняшнюю лекцию я хотел поделиться как раз незнанием, а своим незнанием по определенному вопросу, который касается индуктивности. Разберем мы с вами сегодня, что такое индуктивность, и как она измеряется, какой у нее талон, и так далее. И в конечном счете мы должны какой-то философский смысл этой индуктивности понять, и почему она отличается от массы. По аналогии считается, что по электромеханической аналогии индуктивность, она эквивалентна к массе. Но если массу можно измерить как-то, довольно-таки точнее, подсчитать, то с индуктивностью, как мы сейчас увидим, получаются очень большие сложности. Ну, я сейчас приведу к вам для начала таблицу электромеханической аналогии, которую, эта таблица есть, она в книгах по подобию Веникова, особенно, вот Веникова этим занимается. Две системы физического подобия применительны к электромагнитизму и механике. Вот такую таблицу приводят, но я фрагмент только приведу, механическая система, электрическая система. Масса килограмма, килограмм массы соответствует индуктивности в генере. И во второй системе наоборот, ёмкость соответствует массе. Ну и так далее, жёсткость, электрическая, энергия, сила. Более физично считает первую систему, где L моделирует массу M. Но если M можно всегда довольно точно измерить и вычислить, то с M это совсем не так. Как мы сейчас с вами увидим. Но для начала я сошлюсь ещё на один материал, который называется индуктивность ГОСТ. Есть вот ГОСТ такой у нас, он действующий, 8029-80. Государственный первичный эталон, это союзная первичная схема для средств отверения индуктивности. Она представляет собой наборы тароидальных катушек. И имеется государственный эталон, который в Ленинграде. Государственный эталон 1579. Государственный первичный эталон индуктивности Генрия. С 1979 года. Четыре меры содержатся в этом эталоне, по 10 на метр Генрия. Ну а поверхность схема индуктивности проверяется по эталонной ёмкости. Измеряется по эталонной ёмкости. Какая идея вот в этой, в этих ГОСТ выключается? Магнитное поле должно всё находиться внутри конструкции катушки. Для наиболее строгого вычисления магнитного потока и погрешности вычисления измерения индуктивности. Вот это мы с вами осветили стандарты, как говорится, законно-технические, по которым мы должны в этом вопросе работать. Но, как это понимать? Почему катушка-то реинвальная? Ну, в начале её делали в 70-х годах. Это керамические были катушки. Там методом напыления была ботка нанесена на эти катушки. И различные совершенные индуктивности, как выполнялись катушки. Ну, естественно, если рассмотреть магнитное поле и рассчитать по методу либо биосаваролопласа, либо по закону полного стука, то получится, что всё магнитное поле сосредоточено внутри этой корридальной катушки. И снаружи только небольшая часть межвистковой утечки, это уже при высоких частотах. И влияние ёмкости при определенных частотах. Так что наружу этой катушки магнитное поле... Ну, по этому принципу устроены и токомаки, и устроен вот этот коллайдер. И гоняется магнитное поле внутри этой системы. Это система Тароидан. Вот так оказывается, что теоретически, исходя из уравнений, решить этот вопрос просто, и там получается довольно точная формула. Очень точно можно посчитать эту индуктивность и также её проверить над измерением на межвистовой схеме, которая очень действительно рассогласована. Но в нашем конкретном случае, в радиотехнике, у нас в электронике, у нас так не получается, что индуктивность, магнитное поле, всё внутри конструкции этой катушки расположено. Оно всегда ещё имеется и снаружи. Но вообще говоря, понятие индуктивности когда можно вводить? Согласно аксиоматике, мы находимся на аксиоматике классической электродинамики макроскопической, то здесь и теория цепи. То здесь индуктивность следует рассматривать только для, вот здесь вот формулка такая в углу была, только в случае, когда габариты G значительно больше, то есть меньше длины волны. Здесь обратно знак неравенства. То есть длина волны гораздо больше габаритов. Ну и естественно, тогда можно систему рассматривать как цепь, а не как распределённую электродинамическую систему. И тогда можно вводить индуктивность. Но эта общность нам задачи не ограничивает. Почему? Потому что любую электродинамическую систему, тоже длинную линию, мы можем представить кусочками, довольно небольшими кусочками, которые меньше длины волны, много меньше длины волны. И рассматривать саму длинную линию, как последнее соединение этих кусочков, то есть четырёх поличников коротких. И в пределах вот этого короткой участка длины мы можем рассматривать также индуктивность погонную и погонную ёмкость. Так рассчитывается, так приводится к телеграфному уровню радиоанимации. Таким образом, понятие индуктивности можно расширить, и что и делается. Даже в таких случаях, когда мы рассчитываем, например, по диапазоне инфракрасного даза включения, вот недавно смотрел ролик Кононова, здесь, в Литвиле, Конона, он приводит семинар, где они получили грант для разработки антенны космического телескопа и К-диапазона. Там 7 диапазонов и К-диапазонов, и антенны щелевые. Ну, по методу эквалидности, вы знаете, там Шелкунова работа, знаете, Шелкунов, Фрис и так далее, щель, пиловерный вибратор. И вот, рассчитывая диаграмму направленности, вот это все сложные системы в различных диапазонах частот, они строят модели, исходя из индуктивности погоны и емкости распределенной, вот этой вот маленькой щелочке, которая представляет собой один миллиметр, может быть, десятой доли миллиметра. Но, тем не менее, поскольку это соизмеримая длина волны, то каждый кусочек они представляют. И здесь, ну, поскольку это инженерный у них расчет, то даже у них индуктивность зависит от частоты, рабочей частоты, получается. Хотя, это парадокс, когда зависит индуктивность от частоты. По определению, у нас индуктивность, это характеристика самой цепи, независимо от тех сигналов, которые поступают на ход и так далее, индуктивность не должна зависеть от частоты. в пределах пока длинного волны гораздо больше вот этих размеров в этой системе. Ну, в общем, для... Это не строго, конечно, но для выполнения вот этой вот модели, математическую какую-то модель, надо строить. И вот они выводят формулы зависимости индуктивности вот этой щели, от частоты, что, в общем-то, не строго. Ну, инженерный расчет это позволяет. Дальше, что хотелось сказать, поэтому именно вопросы. Вот возьмем отрезок. Все начинается с простого. Начнем с простого. Представим себе прямолинейный отрезок цилиндрического металлического проводника. Естественно, вот когда начинаешь литературу смотреть, то поражаешься на скопу, кто во что гораздо, выводить формулу для индуктивности вот этого физического пробника. Когда, значит, я копнул литературу, то, естественно, начинал копать классику. Как и вот в эстете говорят, сландавшица. И вот сландавшица этого я взял, значит, том 8, Москва-наука, 82-й год, стране 177-178. Индуктивность отрезка прямолинейного проводника у него складывается из двух. Из внутренней интерьер и экстерьер внешний. Энергии поля на единицу длины. Он сразу с энергией начинает, почему я потом объясню, это хитрость. Хитрость в стиле Рыбникова. Вот. Значит, вот начинает. А уже из энергии он выводит формулу, ограничивая верхний предел интегрирования величиной и длиной проводника. И считаю, что на этом участке вся энергия сосредоточена в основном. Слогарифмическое, как считает он, точностью. Но это, как говорится, если в огороде бузина, это не значит, еще шевки и ведядька. Это, как говорится, не одни вещи. Вот какие он делает неявные допущения при выводе этой формулы. Первое допущение, что закон полного тока ЗПТ справедлив для отрезка проводника конечной длины или, что, говоря, неверно вообще. Потому что закон полного тока справедлив для бесконечной длины проводника. И второе допущение, что ЛЕ и ЛИ внешние и внутренние индуктивности включены последовательно. Оба эти допущения некорректны. И формула вот эта справедлива только для бесконечной длины проводника. Вот здесь пишу. Или для короткого отрезка, но вблизи середины отрезка. И рассматривая диаметрии задачи, используя понятие так называемой клеммной плоскости, но вы знаете, наверное, что такое клеммная плоскость. Это клеммные плоскости это вот плоскости торцов вот этого отрезка. Если эти клеммные плоскости рассматривать, то магнитные поля одинаково однородны, что внутри, что снаружи. Поэтому здесь следует рассматривать в принципе параллельные соединения внешние и наружные поля. с другой стороны следует вообще учитывать внешнее поле, поскольку оно получается бесконечное, как дальше будет видно, но бесконечное это расходится интеграл ДРПР расходится. Если мы магнитные поля, магнитные индукции начнем интегрировать по поверхности сечения этого цилиндрического проводника, то это мы сейчас увидим в дальнейшем, что это расходится, будет расходиться. Вот здесь я сейчас продемонстрирую, как это для внутренней делается задача, исходя из закона полного потока. Не знаю, как будет видно опять же, буду стараться, чтобы показать. Вот закон полного тока ДПТ и вот геометрия задачи. Заштрихованная область это область, где проводится интегрирование магнитного потока. Ну, расписаны здесь формулки, вам не интересно. Здесь предполагается, что всего азимутальная одна составляющая есть, составляющих магнитного поля вдоль Z и R координат нету. Поэтому вот магнитный поток интегрируется довольно-таки просто. И получается вот внутренняя объективность мю на 4 пи, где мю это магнитная проницаемость вот этого круга. По ландасу это Ли интерьер внутренняя. Вот таким образом значит это внутренняя, а внешняя также тоже если вы разрешуете, то поле уже будет снаружи, поле уже будет снаружи и вычисляется следующим обремя. Также H равняется I на 2 пи, R, B равняется мю на I на 2 пи, и магнитный поле если интегрируем, то и мы должны до бесконечности интегрируем. Но интеграл-то видите, DR-DR это логарифм, он стремится к бесконечности. Но поскольку они включены параллельно, то индуктивность внешне можно отбросить при параллельном субъеме. Вот с такими трудами это у меня непонятка такая получается. Я с вами не знаю, не делюсь с вами. Может быть у вас есть о своем негативе по этому вопросу. Дальше этот же вопрос можно провентилировать с точки зрения биосавар-лапласа. Но когда я стал выяснять откуда же ноги растут у биосавар-лапласа, оказывается, что через потенциалы, через электронный потенциал они легко получаются как частное решение уравнения максимума. такой биосавар-лапласа получается. Поэтому результат будет один и тот же. Для прямолинейного проводника биосавар-лапласа работает только вблизи поводника. Интервьюринг проводится по углу от нуля до пи. И получается один и тот же результат, что по закону полного тока. Если рассматривать другой вариант, то нам придется дополнительные компоненты возводить дополнительные составляющие магнитного фирма. то хотел как вот эту задачу вообще представить себе. Вот смотрите что делается у нас кто во что гораздо. Хотел пояснить кто во что гораздо получается. Здесь у меня много различных случаев выписанных. Вот например и источники данных. Какие формулы для этого отрезка несчастного проводника даются сколько много всего. Вот у него длина L радиус R. Вот это первая значит ссылка. Вторая ссылка но я все помещу внизу эти ссылки. Третья ссылка. Четвертая Демерчан Неймон Коронкин и дальше вот следующий сайт и так далее. Севухин вообще этот вопрос замалчивает. товарищ Тебухин который сейчас еще стихи по которому занимается замалчивает. Дальше мы смотрим и вот для короткого проводника выводится конструкция и так далее. Но я уже не выписывал те которые от частоты зависят и так далее. Замечание вот я делаю. Невозможно получить формулу для L отрезка прямого проводника предельным переходом с формулой для кругового витка радиуса R. Формулу для кругового витка предельный переход не получается. То есть мы имеем здесь следующий момент что ну как собственно справочники цель и колонтар об этом хорошо сказали. То есть малейшая кривизна проводника уже приводит к резкому изменению его индуктивности. таким образом кривизна самому этого пространства она влияет на эту кондуктивность этого проводника резко. И при этом предельного перехода может быть если точные задачи вы решите там где круговой виток и сводится задача к эллиптическим антегралом то может быть там и получится у вас предельный переход. Но это уже на ваше усмотрение. По крайней мере из таких простых формы у меня не получилась этого перехода. Вообще говоря откуда все это почему не получается индуктивность и емкость перейдем к уравнению максимума рассмотрим опять уравнение максимума и мы увидим что это получается из материальных уравнений. Там же имеются электрические магнитные проницаемость вакуума. а это те же собственно емкость распределенная и также распределенная индуктивность как мы видели в прозвучках лекции это парадонаметры и геннонаметры то есть все отнесенное только к единице длины пространства если рассматривать сферическую войну то это будет по радиусу распределение по радиусу и вот на погонный метр этого радиуса приходится как раз не нулевое и всего нулевое как они связаны как это изменить вот здесь формулы простые вам известно электрический магнитная проницаемость вакуума они выражаются через волновое сопротивление свободного пространства пространство свободное и от материи и от зарядов от всего оно только само пространство как материя вот у него такое волновое сопротивление и такая скорость распространения в этом пространстве сигналов предельно определяемая законом макроскопической повторяя электродинамики в ее аксиоматике ну а вы знаете что если волна там то волновое сопротивление также можно измерить как отношение амплитуд электрического поля магнитного для плоской волны а скорость света измеряется скорость волны определяется по заданию по задержке светового сигнала на фиксированных трассах ну это в общем типа опыт Майкельсона Морли ну кстати хочу отметить что это опыты не опыты по определению скорости эфира оказались а как вот сейчас это наблюдается это опыты по определению погрешности измерения скорости света то есть в пределах погрешности вот это они выдают эту скорость света точнее вроде как сейчас только научились в мере точнее всякими квантами вот вот мы отличаемся значит от от проволок всяких и так далее будем рассматривать только с вами свободное вот это пространство которое может пустота или вакуум но это материальная среда согласно уравнению максимум она имеет свои параметры это и нулевое ню нулевое вот исходя из размерности мы посмотрим что ню нулевое это какое-то л нулевое делить на r можно так определить генаринометр л нулевое это индуктивность какая-то вообще мировая индуктивность отнесенная к радиусу сферического радиуса как бы индуктивность какой-то сферы отнесенная к ее разницу это ню нулевое но это будет неправильная формула почему потому что если r стремится к нулю то l нулевое большое оно стремится тоже к нулю а это недопустимо в рамках макроскопической электрограммики где объемы они не точки а это объемы конечные объемы таким образом мы должны принять что нулевое для среды для безграничной бесконечной пустой в кавычках среды ну пустой от материи от зарядов но нулевое равняется dl нулевое подверг некоторая индуктивность выделенная сфера вот первое неверное я здесь пишу так как r равно нулю r равно нулю противоречим макроскопическим постулатам электродинамики классической из второго следует что r нулевое равняется не нулевое 1r плюс r нулевое r нулевое константы и петли естественно положить один метр в системе си аналогично для цели вот дальше теорему вы докажите сами отношение объемных плотностей электрической магнитной энергии в свободной пространстве равно единице то есть они равны плотности электрической магнитной там равны частота вот в нем определенная частота характерна для этой для этой системы собственная частота вакуума вот этой вакуумной сферы вот она определяется через скорость и радиус ну учили собственные частоты конечно могут отличаться от нуля и до бесконечности теории собственные частоты и спектр это непрерывное колебание всего вакуума спектр будет непрерывный вы хотите сказать что я скатываюсь на теорию кефира нет это все мы по классической электродинамике смотрим вот и дальше поскольку нулевое естественно мы вычислили за сферы какую-то нулевое можно представить также опять по уравнению цепей как поток к току нулевой какой-то поток к току здесь мы получаем естественно тоже дифференциальное уравнение выводим нулевое пдл по dx но x может линейные координаты с и плоской волна или r это для сферической волны то есть сферической метрики это вот такое получаем одно дифференциальное уравнение где вот такие производные производные потока по x или по r и производные оттока по x и f нулевой и нулевой так называемый нейтральный поток и ток физического вакуума свободного пространства о чем сейчас и мечтают большевики в виде Цуковского доблестные большевики академики вот энергия которая при этом получается как можно высчитать эту энергию она зависит естественно от магнитной провисаемости магнитной энергии от этого нейтрального тока и от радиуса чем больше радиусферы тем больше мы имеем энергии свойство дуальности вот дает для электрического можно вычислить электрической энергии ну и через волновое сопротивление если пересчитаем то это будет одно и то же что электрический магнит отношение вот этих напряжения и тока при этом 120 пи отношение напряжения и тока в этом в этой системе нейтрального напряжения нейтрального тока естественно положить вывод видите какой вывод делается классическая макроскопическая электродинамика не отрицает наличие свободного пространства свободной энергии вопрос как снять ее и использовать ну чем занимаются в общем отцуковский и прочее конечно отцуковский он не сам по себе появился на этой точке зрения ставили сервисай ну и сам максов и другие сторонники в общем план коррета уже не отрицал наличие какого-то эфира но тут не надо никакого эфира изобретать его смотреть получается просто поскольку среда-то материальная она несмотря на то что нет ощутимой материи но она все равно материальная и в ней естественно присутствие она характеризуется определенной внутренней энергией ну поскольку здесь еще можно допущение сделать если частный случай рассмотреть того же дифференциального уравнения когда вот мы получаем такое дифференциальное уравнение производная тока на поток плюс единица на минулевое равняется производная от потока на ток и частный случай если дифференциальное то есть мировое как бы магнитное мировой магнитный поток даже постоянен если рассматривать то есть производная его равна нулю то мы получаем что вот ток нейтральный ток он по экспоненте падает ну плюс константа падает или не падает это неизвестно то есть так же как и все вопросы в электродинамике они завязываются на некоторую константу которые определяют которые можно определить уже с помощью теории более высокого порядка чем классическая интергенали но поскольку теория относительности там тупик в этом вопросе общий частный там тупик а в общем там вообще запросы хранения не падают поэтому здесь надо что-то другое искать и как это снимать в общем связан связан вопрос как и висит ну вот такие основные вопросы но к чему вот это я все делал мы раньше с вами рассматривали емкость земли а сегодня мы можем искать я вот из этих всех где-то я такую ссылку нашел даже в интернете что для земли несмотря на ну также считал кстати и трансформатор то есть разработчик трансформатор Тесла он считал что земля для этих частот которых он работает с этой индуктивностью со своими индуктивностями она представляет собой как бы хорошая проводящая сара поэтому не рассматривая магнитное то магнитное поле которое внутреннее динамо земли образуется мы рассматриваем вот эти поле которое Гаусс рассматривает который проходит через северный полюс южный полюс вот эти силовые линии ну у Гаусса есть своя теория там тоже можно рассчитать индуктивность земли из этого исходя магнитный поток вычислить на северном полюсе с какой-то точной вертикальной составляющей там есть наклонения склонения вот это все учесть и вертикальной составляющей проинтегрируют по шапке по северной шапке и по южной шапке ну по одной по какой-то и мы определим тем самым магнитный поток через центр земли который идет но трудность возникает с определением тока магнитный поток у нас будет живой по Гауссу мы даже можем рассчитать и измерить но у нас не будет тока но исследования по току грунтовому и току свободному в океане они есть исследования их надо только найти их надо найти и тогда это получится вот индуктивность земли как такова как динамо как вот эта динамо машина которая вырабатывает магнитный поток индуктивность этой обмотки где-то даже есть такой подход но я нашел и проще в интернете что индуктивность земли вот как мы вычисляли она только зависит как я ее даже расписал как систему шайб землю разбил на систему таких шайб и у каждой шайбы индуктивность своя и потом они постепенно включаются это такая простая система вот мы с вами получим индуктивность ню на д земли на 4 пи ну значит здесь мы ню полагаем даже пусть какое оно есть в металле ню нулевой и вот как собственно нам подсказывает Тесла мы получаем 1,28 земли оно раньше мы емкость земли получали 666 микрофарад мы получили эту теперь мы можем смело и получить чистоту чистоту вот характерную для земли это 6 герц 6 герц видите это что-то о чем-то говорим это наша частота которая нас губит в принципе да и вот мы значит другой подход если мы через волновое сопротивление знаем мы это волновое сопротивление но это мы уже внешне будем рассчитывать индуктив индуктив земли тогда равна 94 герц и здесь мы уже видим частоту гораздо меньше 6 на 10 на 4 герц 60 тысячных за 10 тысяч секунд 6 всего поливаний вот этого получается собственного поля но это мы только два подхода посчитали а на самом деле можно много таких частот насчитать и вот есть такие частоты которые для земли очень полезны то есть мы будем генерировать эти частоты и земле это будет как удовольствие вот мы находимся если земля как живой организм как мы мы приходим в физикабинет и нам определенные частоты воздействуют магнитного поля определенные частоты и у нас улучшение состояния происходит то что также для земли мы можем разрушительные частоты как и ТС отмечал подать а можно подать такие что земля будет процветать и успокаиваться землетрясение будет успокаиваться и народ успокаивается и все живое в гармонии будет проходить это я уже фантазирую на тему вот этой энергии но у меня была такая цель разобраться с этой энергии чтобы подсчитать вот эти собственно частоты ну отсюда же и энергии можно подсчитать соответственно которые около нас получат соответственно ну я как люблю вашу фантазию немножко подогревать хочу сказать что в микроэлектронике сегодня распространение получили плоские индуктивности такие как спирали разные и так далее вот такие спирали архимеды и так далее двойные вот смотрите древнейший узор няндр няндр такой с возвратом идет вот такие вещи это микроэлектроники применяются сегодня очень устранены для взаимодействия полей и заряда вот в таких системах для генерации усиления колебания определенных диапазонов СВЧ и СУПЕРСВЧ ну и дальше значит если рассматривать очень уж огромные индуктивности то мы можем рассматривать индуктивность руковых галактик вот индуктивность вот этих наших руковых галактик рассматриваем как сплошную среду как определенную сплошную труду и на частотах соответственно гораздо больше чем размер с собой галактики это важно для чего важно для определения энергии магнитной энергии взаимодействия между галактиками обмена энергии между галактиками в результате чего они взаимодействуют могут даже сливаться между собой и дальше хотел отметить следующее галактики смотрите тесла пара тесла тоже в принципе это же система индуктивности и так же вот система хард она на этом принципе тоже между собой искра пролетает между антеннами определенными индуктивности вот наша ДНК которую мы вся жизнь лестница называется это в религии лестница двойная искрая ДНК задание вычислить индуктивность вот ДНК вот если ее допустим распрямить то это получается натуральная лестница состоящая из определенных аминокислот всего там 20 по-моему 20 аминокислот у них определенные свойства чем чем характерно этого ДНК оно характерно огромной величиной электрической проницательности это больше никаких веществ на земле пока мы не обнаружили что проницательность составляла сотни тысяч и миллионов электрических проницательств то есть одна вот эта ДНК она молекула она так возмущает пространство что ну как это можно себе представить как если бы все сотовые собрать то вот они бы на себя так же поле притягивали магнитное как вот это одна ДНК одна валютная это очень существенно то есть оно уже говорится о внутренней огромной магнитной энергии которое накоплено в организме и которое в определенные моменты может на ней использоваться такие дела и дальше я забыл вам что сказать что что касается вот этого отрезка сменитого который не получает у меня ничего индуктивность вычислить довольно точно мне надо знать потому что это же масса будет индуктивность масса проводника а я ее точно не знаю все разные вот такой эксперимент мысльный в себя поставил вот если взять две электрофорные машины и взять вот этот цилиндрический проводник вокруг которого пуляш один есть и ток как создать ток была мысль вот этот проводник мы подключаем между двумя неподвижными шайбами электрофорных машин но на одной машине так сделано что плюс а на другой минус а вращающие части наоборот и вот вращающиеся то есть вращающиеся эти электрофорные машины тогда создадут нам заряд на вот этих пластинах внутренних а эти заряды естественно будут выравниваться через проводник металлический и мы создадим равномерное распределение тока по этому прямому проводнику соответственно используя какие-то там опилки и так далее мы можем просмотреть структуру поля этого единственного проводника но мы конечно видим что в обмоте поле не только азимутальные составляющие и другие составляющие но это мы должны решить уже более строгую задачу мы должны в дефицинсальной форме расписать закон полного тока представить там ток вот этот через единичные функции как он по координате этой по координате z идет через единичные функции и так далее и вот компоненты эту постановку задачи надо отработать вот так вот так но это уже это числе вам давших так у нас быстро сообразят как это сделать вот такие моменты это с точки зрения того проводника ну а что касается наших фантазий то я вам ДНК показал и вот посох еще знаменитый посох для искателей свободной энергии был посох такой и там была распята змея вы знаете да но если двух змеи распять то это будет уже продвижение идеи Тесла вот вот таким образом будет это продвижение и самый древний вот электрический прибор вот видите это анк забыл назвать анк уже по-моему называется который на фараонах висел еще в египетских карамидах вот этот вот знак я значит его как расшифровываю я расшифровываю как элемент устройства определенного и как антенну и как переключатель в принципе это типа триггера который распределяет нам триггера с ВЧ если вот такую систему микросхему сделать как мы рассматривали с вами триггер на кольцевом мосте в одной из лекций он назывался СЧ триггер кольцевой мост и туннельный диод то вот эта вот древняя штука как раз является развитием вот этого триггера ну а вы знаете что триггер это самая основа собственно всей вычислительной техники триггер элогические элементы ну кстати он элогические элементы можно рассматривать там есть два хода выход это натуральный логический элемент вот о чем какими незнаниями своими я хотел с вами поделиться в этот праздничный день и сейчас в конце лекции я пожелаю вам успешной учебы учиться на отлично кто диплом нити взять хорошую тему дипломных проектов перспективные полезные для современной то электрикой занимается может быть даже на электромобиль покуситься кто занимается импульсной техникой и так далее вычислительной техникой тоже у нас в лекциях вот в наших если их смотреть внимательно кстати говоря многие смотрят я так по статистике посмотрел многие смотрят крайне невнимательно посмотрят две секунды и переключают и тем самым теряют они много как говорится инсайтов для себя могут пропускать поэтому желаю вам внимательно как говорил Мао Джедуй всякое дело надо делать тщательно чтобы не было ошибок это цитатники Мао Джедуй написали но в чем-то он в этом был прав как мне кажется и будем следовать его заветам тщательно и кропотливо учиться и закладывать в себя необходимые знания для работы для создания нового общества совершенно нового общества 21 века потому что мы сейчас только в него входим и новая эпоха должна делать новые кадры которые обладают современными знаниями и имеют творческое мышление всего вам доброго здоровья до свидания всего доброго до следующих встреч